Карачун Отмечается накануне Калиды, зимнего солнцеворота. Зачин проводят жрецы Чернобога. По поверьям, ночь перед Калидой благоприятна для разнообразных гаданий, волшбы, путешествий души в Навь и прочих магических обрядов и ритуалов. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток. Слуги грозного Карачуна, медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны и метели-волки, считалось, что по медвежьему хотению и зима студенная длится. Повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. Отсюда и поговорка. На солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой. В народе понятие Карачун в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например, «Пришел ему Карачун, жди Карачуна, задать Карачуна, и хватил Карачун». С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующее значение «пятиться задом», «ползком», «скорячило», «скорчило», «свело». Возможно, Карачуна так называли и потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, «пятиться», «ползти ползком», «уступая ночи». По степенному народному сознанию Карачун сблизился с морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Карачун. Мороза представляли в образе старика с длинной седой бородой. Зимой ходит он по полям и улицам и стучит. От его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реки льдами. Если ударит он об угол избы, непременно бревно треснет. Его дыхание производит сильную стужу. Инии сосульки, его слезы, его замерзшие слова, снежные облака, его волосы. Очень не любит он тех, кто дрожит и жалуется на стужу. А бодрым, веселым, здоровым дарует крепость телесную и жаркий румянец. С ноября по март морозка такой мощи набирается, что даже солнце перед ним робеет. На радостях он покрывает стекла оконные изумительными узорами, леденит гладь озер и рек, чтобы можно было по ним кататься, замораживает снежные горки и веселит честной народ снегом, бодрящим морозцем и веселыми зимними праздниками. Моросы трескуны, злые духи в подчинении у мороза. Недаром их имена созвучны. Летом они спят, но падают на землю зимою с первыми снежками. Моросы бегают по полям, по лесам и дуют в кулаки, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. Пятки их заставляют промерзлую землю и стволы заледенелых деревьев потрескивать. Потому и говорят люди, мол, мороз трещит. Знак почитания мороза частенько зимой воздвигают его идолов, всем известных снеговиков. Так называемый мороз – просто повелитель зимних холодов. Среди полей весь в хлопьях драковитых дуб, как белый цветок, катятся и сходят пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет ни в ходу, ни в выходу. И ветер-ветренник, вставая вихором, играет по полю, врывается клубами в теплую избу, не оставляя дверь на мороз. В белой шубе, босой потряхивая белыми лохмами, тряся с сивой большущей бородой, Карачун ударяет дубиной в пень. Извинят злющие зюзи, скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается. Царствует дед Карачун. Каратит дни Карачун, дней не видать, только вечер и ночь. Звонкие крепкие ночи, звездные ночи, яркие, все видно в поле. Щелкают зубами голодные волки, ходит по лесу злой Карачун и ревет. Не попадайся! А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери, без попяту, без завороту. Непокорного палкой Так секнет, что на двое кожа. На изменника Семихвостая плетка, семь похвостиков. Раз хлестнет, семь рубцов, другой хлестнет, четырнадцать. И сыплет, сыплет снег, лютые морозы, глубокие снеги. С вечера петухи кричат, с полудня метелится к белому свету лютые морозы. Лютые морозы, глубокие снеги. Но скоро свету, солнцу родится, недалек солнцеворот. Хорошо, медведи, в теплой берлоге. И в голову косматому не придет перевернуться на другой бок. А дни все темнее и короче. На голодную кутью ты не забудь бросить дуде первую ложку. Карачун кутью любит, а будешь на святках рядиться медведем, Карачун медведя не съест. И разворчался, топает медведь, катится по небу, стучит неугомонный Карачун. Карачун – последний день накануне зимнего солнцеворота, когда Чернобог, Кощей Карачун в образе старца с серпом шнеца или вельего змея, кусающего свой хвост, завершает, окорачивает старый год в преддверии Калиды, праздника рождения нового солнца и нового года. Это время, когда молод сворожий, пройдя на Купалу, праздник, приуроченный к летнему солнцевороту, свою высшую точку готовится с размаху ударить о каменную тверть и высечь на Калиду из белгорючь камня Аллатыря искру нового огня, из которой разгорится пламя нового кола года. Это чародейная пора, когда врата между явью и навью широко распахнуты, покров моейты мира сего разорван, и за ним можно увидеть проблески истинной природы мироздания, сущей за пределами плоти, за пределами всех имен и форм. Ночь Карачуна, последняя ночь уходящего года, это прообраз ночи мира, ночи великого растворения, ночь завершения круга времен и одновременно преддверия нового возрождения. Для мудрых Карачуна ночь прозрения и безмолвного видения того, что скрыто, для иных это ночь безумия и черного ужаса, вползающего в явь и знави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. За две седмицы до Карачуна начинается так называемое время молчания, пора подготовки к переходу, время отдачи долгов, прощения обид, завершения всего незавершенного за год и отбрасывания, отпускания от себя всего отжившего. Это время очищения души и тела, когда желательно ограничивать себя в пище, особенно мясной, а также внимательно следить за чистотой своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Карачуна души предков приходят в явь, чтобы навестить своих потомков, и если надо, спросить с них, как они исполняли в уходящем году свой родовой долг, жили они по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию, искали мудрости вышней или тешили лишь ненасытное чрево свое. Слышишь, как трещит мороз на улице, это сам вещий бог стучит ледяной палкой по спящим деревьям, и серп мары рассекает спутанные за год покутные нити, и души предков в обличиях вещих птиц безмолвно сидят на зеленых еловых ветках, сторожа миг волшебства, откровение вещей ночи. По славянским поверьям, накануне зимнего солнцеворота кощный бог, кощей чернобог темный велес, окорачивает завершает старый год перед рождением нового года и нового солнца на коледу. В каждой седмице есть свой малый карачун, шесток, суббота, день жнеца, планеты Сатур, считающаясь звезднознатственной благой планетой, предшествующей недели, воскресенью, дню дач бога, солнца. Кощного бога, покровителя жнеца, планеты Сатур, иногда изображает в образе старика с обсидановым серпом, которым он рассекает, окорачивает нити судеб мира накануне воскресенья, а дневни русского крест огонь и дня рождения, воскресенье в смысле возжигания, солнца новой седмицы. Карачун, корочун, самый короткий день в уходящем году, пора всеславия, тьмы, нижняя точка гологода. Это день зимнего безмолвия, когда серебряные бубенцы мары возвещают нам древнюю как сама жизнь истину о том, что мы приходим сюда с пустыми руками и с пустыми руками уходим во срок свой, что нам ничто не принадлежит здесь, в этом мире, в этом году, в этой жизни и одновременно, что мы поистине сопричастны всему сущему, что мы поистине безсмертны. На первом народном славянском радио прозвучала статья из сайта «Русская правда» Карачун Корочун «Слава роду!» Быть добру! «Русская правда» «Русская правдаn» КОНЕЦ Продолжение следует...